Их не звали Тут разве до них, ведь девчонки в войну не играют Им все больше наряды, даваясь полуночные Но зажгли бортовые огни лучшей доли себе не желая Нашей дочки, страны нашей дочки И пронесся их вальс вихрем огненных трасс А дом далеко-далеко И мир далеко-далеко По плоскости стук сапог Девчата, вернитесь в срок Девчата, вернитесь в срок Девчата Задачку нам подкинули Девчата Девчата Уходим Все тихо, командир Все, уходим По данным разведки Следующая доставка документов Через два дня Что бы ни случилось, себя не обнаружилось Только аккуратненько Ваше задание Ломает голову немецкая разведка Товарищ лейтенант Ну что Все понятно Так точно Разрешите вопрос Да А Звонарева вернется Так Вопросы, пожалуйста, прошу только По заданию таковой имеете А это вопрос по заданию В нашем полку лучше нее нет Разве что Шевченко На самом деле, товарищ полковник Лучших летчиков лишились Это ж прям Не знаю как называется Отставить, товарищ лейтенант Товарищ полковник Я давно обращал ваше внимание На дисциплину в полку Товарищ полковник Капитан Звонарева Для дальнейшего прохождения службы Прибыла Купила В военторге Осталось только обмыть Слежите Женька Он знал какой-то А не штаб Товарищ полковник У меня приказ О переводе Гали Шевченко В летный состав А где Галя? А ее забрали сегодня Произошла преступная близорукость Надо будет разобраться Товарищ полковник Да Разрешите обратиться к товарищу майору Обращайтесь Не трожь пистолет Не трожь пистолет Не трожь пистолет Не трожь пистолет Отвечать будешь? За все ответишь Я все равно Ничего не видел Понял? Не видел Не трожь пистолет Спустите Гнида по голову Товарищ полковник Как же так? Как же так, товарищ полковник? Надо срочно звонить Не надо звонить, надо ехать Жень От двери Посиди пока тут Летчица Красивая Резонелка Давайте Я ж били тебя Посмотрим Вы ложитесь отдыхайте Я покормлю Галина Шевченко Да Рядовая Да Приказ есть Понял Что там? Шевченко На выход Ночные бомбардировщики? А вас то суда за что? Я боевой приказ нарушила Шевченко Шевченко? Шевченко? Я На выход За вами приехали Шевченко Поехали домой Да Понял, товарищ полковник Будем думать Есть, конец связи Так Данные такие Дорога Три километра Кортеж Проходит это расстояние за четыре с половиной минуты И только вот здесь имеет смысл атаковать Потому что здесь, на аэродроме И здесь, в бункере Сосредоточены очень большие силы Сколько их там? В кортеже двадцать человек автоматчиков охраны Два человека в легковом автомобиле Есть пулеметы Курьер уничтожает документы в чемоданчике При любом намеке на атаку Значит, для того, чтобы обезвредить курьера у нас будет Максимум десять секунд Как до него добраться Надо взять его сразу Когда он выходит из самолета А в помощь нам попросим сбросить полк десантников Для поддержки Полк не полк А вот авиация нам может помочь Я за В общем, решили создать специальную группу Точнее, звено Если понадобится, будем привлекать еще людей Конечно, все это не очень понятно Но что Гале удалось вытащить уже хорошо Это факт Значит, нас четверо Наши штурманы Итого получается всего восемь Семь У Гали пока штурмана нет Из пополнения выделят Паренко сказала То есть, мы сегодня уже не летим со своими? Нет Ну что, пойдемте тогда ваши звездочки обнимать? Пойдемте Есть час, я догоню Для выполнения задания предполагается привлечь ночных бомбардировщики Они нанесут бомбовый удар по объектам и тем самым отвлекут внимание охраны Кто такой придумал? Я и капитан Макеев В прошлый раз мы помогли авиации За ними должок Странная логика капитана Бухгалтерская Ладно Я попробую договориться с полковником Поленко Разрешите идти? Товарищ начитала Идите Идите Вот тебе и спецподразделение Сидим без дела Все, встали на выход Все, встали на выход Может с ними попросимся? Ну чего сидеть? Ну в самом деле стыдно Будет нам задание, обязательно Девчонки, воду согрейте к нашему возвращению, ладно? Ну это задание Вот ты его и выполнишь Есть выполнить Не ссорьтесь, вы зачем? Ладно, Соня, извини Давай вместе сделаем, ладно? А сидеть так все же совестно Знаю Да нет, механики это не то Ну откуда тебе знать? Каждый раз провожаешь, а сердце ноет Человек жизнью рискует, а ты сидишь Капитан Звонарева, срочно в штаб Капитан Звонарева, командир звена специального назначения Капитан Александр Макеев, командир разведгруппы Прошу любить и жаловать Ну Добро пожаловать Лучшая моя летчица Теперь нужно более подробную карту смотреть Извините Наступить, а то поссоримся Да ну что вы, такая красота Это сколько усилий приложено Так Здесь аэродром Бункер здесь Расстояние от аэродрома до бункера три километра Кортеж проходит три километра за четыре с половиной минуты В кортежах три автомобиля Два грузовика Один легковой Охрана двадцать человек автоматчиков Есть пулеметы В великовом автомобиле курьер и запровождающий Курьер уничтожает документы в чемоданчике При малейшем намеке на атаку Весь из себя такой франк Мимо смотрит Сквозь зубы цедит Прям одолжение они нам делают Что, вот прям так и держал себя Ага Отвлекающий маневр Бомбовый удар А палец вот так держит Как пистолет Да, нахлебаемся Ну вот, она Да, ну так, благодаря Товарищ полковник Разрешите обратиться Ну давай, только два слова Разрешите перевестись обратно в полк Не понял Хочу летать вместе со всеми Ну, не могу я больше так Девчонок наших убивают, а мы сидим Решите, товарищ полковник Вы на воинской службе Семенова И обязаны выполнять приказ Я тоже, знаете ли, не о такой службе мечтал А вы, товарищ майор, по-моему, вполне на своем месте Зато вы точно не заслуживаете звания советского летчика Звание дочери врагов народа вам подходит больше Товарищ майор, садитесь, пожалуйста, в машину Не распускай нее, лейтенант Понятно? Девчонок Девчонок Рекорд 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо Завтра мы будем отрабатывать захват Вы можете поприсутствовать, заодно и время засечете Поприсутствуем Можете идти, товарищи А у вас там ждет человек, будет на ночлег определять У вас сколько, пятеро? Четверо Один на излечении Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать Двадцать, девятнадцать Двадцать пять Вполне сносно Двадцать пять секунд Вполне сносно Думаю, справимся своими силами По одной бомбе на каждую машину А я думаю, не пойдет так Все быстрее надо И огонь поплотней по машинам Иначе перебьют нас здесь всех Будем работать Будем работать Работайте, товарищи До свидания Пойдем На исходные Только аккуратненький, командир В общем В связи со всеми открывшимися обстоятельствами Делаем вывод Наш план неудачный Нет, ну Мы конечно можем сработать еще быстрее Но малейшая заминка на местности Что же так шуметь, товарищ Грузин Я кре Я за водой Я по мору Что дальше? Дальше? Что буду докладывать Надо же как-то решать этот вопрос Извините, девушки Не получается в этот раз посотрудничать У меня есть план Говори А что, если бомбы сбросить прямо на грузовики? На ходу? Да То бишь, вы не тратите время на конвой А берете сразу курьера А сможете? Ну А что? А что? А что? Все, время Молодцы Пятнадцать секунд Эти попали? И что, не видел пыль из мешков? Попали точно Ну что, командир Тогда должно получиться Не вам стреляем, командир Ночью надо пробовать Согласен Согласен Товарищ Товарищ Куда Куда они все время ездят И летают теперь еще Да, парень Ну, а дело в том, чтобы еще Нежу прошли еще Мы попробуем Еще хотелось бы отработать те же действия Ты только ночью почитать Правильно А ничего, капитан Везло Камазки Значит, грузовики поедут с включенными фарами, так? Ну, вот этого никто не знает Да, собственно, это и не важно, потому что там лес Ну, нужно будет тогда обозначить место атаки Мы приблизительно выходим на цель и дальше Ну, дальше надо будет что-то придумывать Со временной аэроклуба не летал Вы что, на летчику учились? Нет, с парашютом прыгали А-а А у нас по штату парашюты не предполагаются Подождите, а как же вы в самолеты без парашюта? А если… Вы что летать боитесь? Ну, планируем Ну, на такой высоте летают, что если что, парашют не спасут Да, правда, избивают нечасто Жень, вы меня извините Ух ты, за что? За то, что я при первой нашей встрече плохо о вас подумал Ну, и вы тогда, Саша, меня извините Значит, я вас тогда правильно говорю Десять секунд до расчетного времени! Приготовиться! Приготовиться к бомбамитанию! Приготовились! 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 Ты что делаешь!? Куда он ездит? Одна бомба не сброшена. Водитель будет ехать до упора, пока не услышит удар в кузов. Плохо, командир. Времени у нас совсем не остается. Уходим. Товарищ Камэск, разрешите? Докладывайте. Задание не выполнено по моей вине. Не справилась. Вы отстраняетесь от полетов и от выполнения боевого задания. Женя! Ты всегда была для меня примером. Даже когда сорвалась. Потому что ты хотела мстить, а не страдать от горя. Я хотела тебе помочь, и у меня получилось. А ты? Эх ты! Ульяна, извините, пожалуйста, я не смотрю. Ульяна, я просто знаю, что вы ночью не спите. Я мимо просто шел, и я подумал, что… Хорошо, что пришел. Как там наши? Не очень хорошо. Один самарин промахнулся. Не может быть. Кто промахнулся? Шевченко промахнулась. Собирайся, полетишь вместо нее. Сегодня ночью отработано бомбометание по движущимся объектам. Хорошо. И я, и старший лейтенант Салышко взлетали три раза, и все три раза отработали на отлично. Утверждаю. Хорошо. Со своей стороны отработали нападение на машину. Сохранность груза при ликвидации курьера и сопровождающих гарантирую. Эти бумаги очень для нас важны. Немцы будут вынуждены пересмотреть планы на двух фронтах. А это огромная экономия времени для нас и потери для врага. А у меня вопросик есть. Почему летит лейтенант Салышко, а не Шевченко? Я считаю, что Шевченко еще не готова. Поэтому, как командир, приняла такое решение. Конечно, это ваше право. Но у меня лично вопросов никаких нет. Можете идти. Идите. Есть. Товарищ капитан, можно вас на мелодочку? Жень, что с вами? Что? С подругой у меня беда. С Галей? С Шевченко? Ой. Которое задание запорол? Жень, у меня в отряде есть Ваня Пивина. Вы его не знаете, он сейчас в госпитале. Так вот Ваньку на первом задании не смог часового снять. Нож достал, а он ударить не может. Пришлось за него делать. Хотел гнать в шею. А старшина мой Петр Ваде еще отговорил. Оставит, говорит. В следующем задании Ванька нас всех спас. Спасибо, товарищ капитан, за поддержку. Спасибо. Осторожней. Как у вас дела, Ульяна? Очень хорошо. А куда мы идем? А я хотел вам одно место красивое показать. Вчера наше. А я не провалюсь? Нет, что вы. Надежно. Вот. Смотрите, какая красота. Правда, очень красиво. А кстати, Ульяна, у меня вчера посылка пришла. Из Греции? Не, из Грузии. То есть, вы все-таки грузин? Не, я грек. Грек из Грузии. Все-таки я вас не понимаю, товарищ грек. Сушеный виноград. Это изюм. Ну да, изюм. Хотите? Мытый? Мама сама делала. Пробуйте. Сладкий? Очень сладкий. У вас ночью вылет. Я буду волноваться. Вам-то чего волноваться. Это нам потом вас ждать. А как у вас называется абрикос? Сушеный абрикос? У нас называется курагой. Возьмите все. Спасибо за хлеб, соль. Баранам. Времени мало осталось. Будем ждать от вас подтверждения начала операции. Да, ждите. Сегодня, после полуночи. Часа в три ночи. Ну ладно, удачи. Зайдите ко мне, капитан. Есть. Женя, а можно, когда все это закончится, я вам писать буду? Надо ехать. Пиши. Буду писать. Буду писать. Леонерия полная. Помолчи. До встречи. Рукая хорош там. Давай в машину. Мироглей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы почему без доклада, товарищ капитан? Товарищ майор, разрешите доложить. Капитан Звонарёва по приказу товарища полковника прибыла. Он скоро будет. Присядете? Спасибо, нет. Вы напрасно на меня сели здесь, товарищ капитан Звонарёва. К вам у меня никаких вопросов нет. А вот к тем людям, которых вы выбираете себе в друзья. Кого вы имеете в виду? Капитан Макеев смелый офицер. На нём после. Что скажете о вашей любимой Шевченко? Ее, как ее, Семенова? А вы в курсе, что у нее родители репрессированы? Ну, и что? Да нет, ничего. Нас дети за отцов не отвечают. Ну, а это ваша солышка. Что у нее за отношения с этим разведчиком? Молчите. Смотрите. Дождитесь, что она вам в подоле принесет. Руку убери! Лешка, давай дуй на аэродром, когда колонна двинется, дашь знать. Есть. Начало операции, тишина, грек. Понял я, командир, понял. Не дернусь. Ну, ждем. Соня, Ульяна, пора. Они вышли на связь. Кань, готова? Да я-то готова. Все дошли живы? Все живы, дошли. Что с тобой? Жар у нее. Вы шутите? Да какие тут шутки? Я могу полететь. Девочки. Полечу я. Ты завалишь дело. Зачем ты так? Я не провалю. Поверь мне. Ладно. Полетишь вместе с Арклором. Может не надо было так с Галей, а? Надо. Пусть злится. Это должно помочь. Мне всегда помогает. От винта! Пусть злится. Пусть злится. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Один грузовик сломался, впереди идёт машина с курьером. Принял. Одна машина охраны, одна ракета. Трёхминутная готовность! У нас всё получится! Я знаю! Приготовиться! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, их нагоняет вторая машина охраны. Теперь грузовики слишком близко друг к другу. Девчонки могут не попасть. Да вижу, вижу. Два грузовика, две ракетницы рядом. Они не смогут. Не поймут. Поймут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое? Почему так близко? Не знаю! Что-то с машинами охраны! Готово! На счёт три! Раз! Два! Два! Раз! Есть! Дверь, давай! Дверь. Дверь! Огонь! Дверь. Пошли, пошли, пошли! Грек, слева! Пойдись, прикрывай меня! Аккуратненько! Лапсон! Молодцы! Ну, что, Грек? Сейчас! Есть чемоданчик? Спасибо! Чье письмо? Сашина. Написал перед тем, как уйти. Такое смешно. Спасибо. Чтоб я не боялась. А ты? А я все равно боюсь. Вот за себя не страшно, за него боюсь. Жень, ну ведь все равно ты счастлива. Саша вернулся с ребятами. А я слышу я голос родной, И между строчечки и платочек Слово встает мне за мной. Печал такой, Провожает и меня Он в плеч твой. Ищут в твою рядом, Любящим рядом, И постоят под со мной. Как вы увидите, как вы ждете, Как вы ждете. А я слышу я голос родной, и все равно я спрашивал. Скоро за moving. Скоро за святым платочком Мы сохраняем собой. Нежная речь, девичьи в плечи, помним о Де Боевой. За них родных, желанных, любимых, один. Врачи пулеметчик на синий плодочке, чтобы ему на плечах, дорогие, а вы что, нас уже справа идти хотите? Нет. Скоро за нами машина приедет? Ты меня лопишь? Мы вас так долго ждали. Такая короткая встреча. Только ты мне сразу ответил, а Томас на одном месте долго не держит, чтобы я успел свое письмо получить. Врачи пулеметчик на синий плодочек, чтобы был на плечах, дорогие. Петра Фадеича, при таком количестве свободных дам сидеть неприлично. Да, я, собственно, готов, только аккуратненько. Смирно! Пора, ребята. Разведка за мной. Дроги! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хайл Гитлер! Хайл! Айзен, мне срочно нужны телефонограммы из Берлина. Я один, господин Майор. Я не имею права оставить комнату. Вы с ума сошли, лейтенант. Выполнять. Есть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Да, херр майор. Тут три гора? Тогда все же осталось стам 포인цированы. Подожди, груди, д лежат... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СКРИП КАРАПОНОДИТЬЕСЬ-ТРАПкомн Корректор Раг instructor Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...